Городом. Радио. Болтком. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. Всем добрый день. Начинается программа «Диагноз недели». И с нами в студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. После некоторого перерыва вновь в студии. Напоминаю, телефоны нашего прямого эфира. Если есть что сказать, чем поделиться, прокомментировать, вы можете смело это делать по нашим телефонным линиям. Да, вот во время, конечно, локдаунов, ковидов, мы сталкиваемся с таким неожиданной необходимостью находиться, может быть, домов заперти, в тесном кругу. И обычно семьи, которые, ну вот если не юные влюбленные, вот уже сложившиеся семьи, они видятся не так часто, то есть разбегаются на работу, может быть, только выходные проводят вместе. И недаром говорили о том, что ковид стал испытанием для семейной жизни, потому что люди, которые, как говорил герой Мягкова, жена будет всё время ходить, смелькать перед глазами, ходить туда-сюда, туда-сюда, вот стало это испытанием. Сегодня мы поговорим вот про революцию поздних разводов. Что это такое? Ну, это революция, справедливости ради, скажем так, лет на 20-30 старше, чем пандемия ковида. То есть уже где-то около 30 лет в самых разных странах, Соединённые Штаты, Англия, Индия, Япония и страны Европы стали замечать, что возрастает количество разводов у людей, которым за 50. То есть в общем-то мы знаем, что обычно люди раньше когда-то разводились, если разводились, то намного раньше. Да, где-то, ну, вы говорили критические, там, 3-7 лет, там, какие-то назывались даже цифры. Разные цифры, но в общем-то обычно это не было настолько поздно. Ну, в общем-то, наверное, и браки стали более зрелыми, люди вступают уже в брак не в 20 с чем-то лет, а позже, все чаще. Но тем не менее, это явление привлекло внимание психологов, социологов, и антропологов по всем мире, мы даже нашли специальное название в английском Grey Revolution или Grey Divorce Revolution. Grey – это слово в английском, которое означает и седой, и серый, и унылый, мрачный, в общем, называйте, как хотите. Может, это революция и седых разводов, что, наверное, больше всего отражает, но, если мы задумываемся, от чего люди разводятся, что их выталкивают из брака, то, наверное, мы поймем, что слово «унылый» и «мрачный» тоже к этому имеет отношение. То есть, за прошедшие десятилетия количество людей, разводящихся, по американской статистике, после 50-ти, возросло больше, чем в два раза. А по японской статистике – в четыре. То есть, Япония вроде бы такая стабильная страна с традициями, но, оказывается, количество разводов там в позднем возрасте еще выше, чем в наших краях или в Америке, что тоже оставляет задуматься. Ну, и люди начали задуматься, что же происходит, почему разводиться стало намного легче. Ну, мы понимаем, что старая формулировка «покуда смерть не разлучит нас» осталась в далеком прошлом, не обязательно ждать чьей-то смерти, чтобы расстаться. Ну, а иногда, как этот делал Генрих VI, собственно говоря, и мог отправить… Восьмой, по-моему. Нет, у него… да, восьмой, восьмой. Восьмой, а восьмой, да, Генрих восьмой. Ну, у Генриха были другие возможности для развода. Этим он вошел в историю, в частности. Так вот, и люди стали задуматься, почему разводов стало больше, почему они стали чаще в таком, мягко говоря, зрелом возрасте. Понятно, что есть такой фактор, как то, что женщины стали намного независимы, женщины стали материально независимы. И если раньше жена в основном целиком зависела от мужа, она была на хозяйстве, добытчик был муж, и разводясь, женщина часто оказывалась ни с чем беззащитной, ее это пугало. То есть, можно вступать в какие-то юридические битвы или рассчитывать на порядочность мужа, но тем не менее. Опять же, развод после 50, я думаю, что еще лет 30-40 назад для женщины снова выйти замуж после 50 было куда менее вероятно, чем сейчас. Для мужчины, тем не менее, шансы скорее были все-таки выше. – Наверное, наверное. Кроме того, если когда-то давно разводы обществом осуждались, то теперь эти времена тоже прошли. Если при советской власти, не знаю, жена могла пойти в партком, в местком и так далее, и призвать мужа к ответственности по партийной линии, это теперь тоже не работает. Кроме того, люди, которым сейчас за 50 и ближе к 60, и даже за 60, это дети тех, кто были взрослыми где-то в 60-х годах. Молодыми, взрослыми и так далее. И, наверное, если почитать воспоминания современников, уже 60-е, 70-е – это те поколения, где уже люди разводились намного легче. Может быть, не так, как сейчас, но, в общем, достаточно многие оказались детьми разведенных родителей, достаточно многие оказались… Для них не… Ну, для моего ребенка развод – это травма, но что такое расти без папы или расти на два дома, знает достаточно большое количество моих сверстников. А уже более поздние поколения, многие мои пациенты говорили, что в кругу моих ровесников неполная семья – это было что-то достаточно распространенное. – То есть перед глазами уже был такой тоже пример? – Уже был пример. То есть развод уже не казался чем-то катастрофическим. Что еще? Если когда-то раньше основным вопросом, целью было выживание, зарабатывание и так далее, то, в общем-то, последние десятилетия, наверное, люди стали чаще задумываться, вообще задумываться о своем эмоциональном благополучии, о своем эмоциональном комфорте. То есть раньше такие понятия, как… Ну, может, и слово-то эмпатия никто не знал. И мысли, что такое эмоциональное благополучие, удовлетворенность своей жизнью, люди об этом особо не задумывались. А вот последние десятилетия об этом стали говорить, писать, об этом стали снимать фильмы, писать книги. И, в общем-то, все больше и больше стало даже произведение искусства, где человек задумывается, а счастлив ли он, а хорошо ли ему и так далее. И на сегодняшний день, ну, в принципе, институт брака сильно поменялся. Никто раньше и не слышал понятия «гостевой брак». Да. Или какой-нибудь модный термин «полиамория» и тому подобные вещи. То есть раньше это, в принципе, не звучало, никто такого не знал об этом, даже не помышлял. Теперь люди задумываются, как многообразны эти отношения. Люди задумываются о том, а счастлив ли я в этих отношениях, что я в них чувствую и так далее, и так далее. Кроме того, есть такое понятие, которое называется «синдром пустого гнезда». То есть что часто объединяет родителей? Дети, да. Детей надо растить, давать им образование, с ними вместе проводят время. Дети чаще всего любят, когда семья все вместе. Дети любят приходить домой, даже если какие-то свои детские, подростковые приключения, что дома были мама и папа, и родители, и их мысли заняты, что у ребенка, что у него на душе, что творится в его жизни, заботы. Они меня тоже как-то очень объединяют. В какой-то момент дети взрослеют и покидают дом. И не просто покидают дом. Ладно, они снимают себе какую-нибудь квартиру или комнату в том же городе. А дети сейчас часто уезжают в другие страны, и появляются дома крайне редко. Можно, конечно, созваниваться, и видеообщение, но тем не менее. То есть люди остаются наедине друг с другом, и в то же время каждый наедине с собой. У нас звонок? Да, есть звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Лариса. Ну, вы знаете, я хочу сказать про разводы в советское время в армии. Это была очень интересная тенденция. У меня мама работала в военкомате, и она в этом была в курсе. Она рассказывала так, что очень часто, во-первых, офицеры женились по молодости чаще на своих деревенских подружках, официантках, машинистках. Потом, когда он служил, он рос не только по карьере, но и умственно. А жены, их работать-то многим было негде, они как были деревенские какие-то, оставались. И когда мужья выходили в отставку, а это же было где-то лет 40-45 по выслуге, то они разводились, потому что уже карьеру им не надо было сохранять. Из партии их тоже уже не могли выгнать. И поэтому они спокойно разводились. Он вырос, а жена-то осталась на том же уровне. Спасибо. Спасибо. Вот видят, наверное, такая армейская специфика. Я припоминаю, что когда я был еще подростком, на моей улице в каком-то квартире жила семья военного. Когда происходили скандалы, на всю улицу несся такой рев. Я приказываю тебе молчать. Это так звучало. Да, на сегодняшний день я приказываю тебе молчать уже не воспримется скротостью, очевидно. Ну и не говоря уже о том, что времена изменились, там можно и полицию вызвать, и эмоциональное насилие. Так вот, люди остаются наедине друг с другом, наедине с собой. И, наверное, те вещи, которые раньше... Можно было молчать, как нынешний принт говорить, ради детей, или, может быть, было на что отвлекаться. Некогда вслушиваться в себя, некогда вслушиваться в партнера, в супруга или супругу, потому что ребёнок, при нём ругаться как-то неловко, при нём надо как-то сдерживаться. И какие-то его проблемы тоже объединяют. А теперь нет этого громоотвода, нет канала, куда уходят эмоции. И вот задумываться, а зачем мне нужно оставаться в этих отношениях, и что я в них получаю, хорошо у меня или плохо, стало возможным. Кроме того, по сравнению с тем, что было лет 30, 40, 50 назад, в общем, увеличилась продолжительность жизни. То есть человек после 50, он не доживает жизнь. То есть если когда-то, какой был возраст выхода на пенсию? Ой, по-моему, 55 лет, это, в принципе, для женщин точно был возраст выхода на пенсию, 55 лет. Да. То есть, в общем-то, ну, тебе 55-60 лет, и ты уже пенсионер. А если 19 век взять, так там 50-летний человек, это уже, в принципе, глубокий старик считался. Ну, да. А что такое пенсионер? Ты уже, в общем-то, и работать не обязан. То есть можешь при желании, но по идее ты можешь получать пенсию и спокойно доживать. Не знаю, копаться в огороде, искать какие-нибудь хобби и так далее. Вот мне в этом месяце 58, я с трудом себя представляю, точнее, вообще не представляю, ушедшим на пенсию и ничего не делающим. То есть, в общем-то, люди знают, что если они не наделены страшными, разрушительными привычками, зависимостями и так далее, если они следят за своим здоровьем, у них еще впереди достаточное количество не просто жизни, а активной жизни, с путешествиями, с другими отношениями и прочее, и прочее. То есть, вопрос, ради чего я остаюсь в браке, остается открытым. Кроме того, этот вопрос, ради чего я остаюсь в браке и чем этот брак наполнен, все конфликты, особенно люди остались не друг с другом, все наполнены накопленные конфликты, обиды, проблемы зависимости у того или у другого супруга, проблемы супружеских измен и тому подобное, все это накапливается и всплывает на поверхность. И если эти вещи не разрешены, если они не обсуждаемы и не разрешаемы у каждого с собой отдельно, опять же тот же вопрос, чего ради мне по всему там находиться. Потому что жить в конфликте – очень-очень разрушительное состояние. Один американский институт провел на вытоку, или американский, английский, сейчас уточню, провел совершенно невероятных размеров работу, а да, это в Гарварде. Они наблюдали за двумя групп. Звонок? Да. Есть звонок. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. А вот мое мнение, что это проблема больше городских жителей. В сельской местности, у кого там как бы хозяйство, они с утра до вечера заняты работой, им особо некогда сидеть и размышлять, счастлив ли я там, и так. И это фактически, сколько я знаю, действительно, вот в городе эти все депрессии, эти все размышления. В сельской местности как-то, ну и сколько я знаю, не разводится так. Спасибо. Всем им большие знания, большие печали. Ну, во-первых, мы все-таки живем в... Аграрное общество осталось в прошлом. Люди уже давным-давно в основном переселились в города. Даже Китай, это все же аграрная страна, и последние десятилетия стремительно переселялись в города и живут жизнью городских людей. Во-вторых, в сельской местности, да, наверное, разводов меньше, но это, я знаю, не понаслышке. Проблема зависимости алкоголизма в сельской местности тоже очень звучит. Да, наверное, люди там не ходят к психотерапевтам, но проблема алкоголизма в сельской местности, ну, очень, очень развита, и люди оттуда часто ищут помощи. Поэтому, наверное, физический труд на свежем воздухе – это, конечно, полезная штука, но до определенных пределов. Ну, то есть здесь скорее не морально-нравственные качества аграрных жителей, а просто условия их жизни не дают им возможности, может быть, начать собственную жизнь, потому что легче, наверное, в городе разменять квартиру, чем в сельской местности, там как-то разделить дом, разделить хозяйство. Ну, то есть достаточно это все какие-то, ну, вызывает гораздо большие сложности. Возможно, и это, и, наверное, сельского, что более традиционно. Ну, я, честно говоря, мало знаком с сельским обществом. Вот сейчас, по-моему, говорят, что 4%, ну, вот если брать развитые страны, 4% населения вот живут в сель... ну, населие, вот, жизнью сельского населения. То есть 96% – это, в принципе, люди, которые живут, ну, в больших или маленьких, но городах. Опять я плохо знаком житель нашего села и какой-нибудь американский фермер, это одно и то же или нет, с одной психологией или с другой, мне трудно судить. Так вот, в Гарварде провели невероятных размеров исследования. Они наблюдали за двумя группами мужчин всего лишь чуть более 80 лет. То есть больше 80 лет назад они выбрали группы мужчин и стали за ними наблюдать и сравнивать. То есть, естественно, ученые менялись, менялись психиатры, психологи наблюдали. Люди, кто-то, наверное, не дожил до конца исследования, кто-то дожил, но за ними наблюдали. И один из руководителей исследований сказал, что когда работа началась в 1938 году, никто вообще особо и слов не знал, никто не думал об эмпатии или привязанности друг к другу и так далее. Но он сказал, что мы сделали вывод, что ключ к здоровому старению, к здоровому старению, эйджинг, это отношения, отношения и отношения. А как они выбирали? Или случайным образом группу, или по какому принципу? Я не знаю подробностей, к сожалению. Но, наверное, был какой-то принцип отбора, чтобы исследование было корректным. Ну, из разных групп, из разных там. И потом уже, пошли многих лет, в 2015 году, один из руководителей исследования, и сейчас директор этого исследования, он сказал, что то, как люди будут стареть, определял не уровень холестерола их в среднем возрасте, не анализ крови. То, как они будут стареть, определяло, насколько они были удовлетворены своими отношениями. То есть люди, которые были больше всех удовлетворены своими отношениями в 50 лет, были наиболее физические, психические здоровые в 80 лет. Вот такую зависимость они обнаружили. И, в общем-то, они сделали вывод, что, конечно, очень важно заботиться о нашем теле, о нашем физическом здоровье. Но забота о своих отношениях, о своем месте в отношениях, о своей удовлетворенности отношениями, оказалась тоже ничуть не менее важной формой заботы о себе. И он сделал три вывода, три урока он извлек из этого исследования. Первое, что для нас очень важны социальные связи, а одиночество убивает. Второе, что жить в конфликте очень плохо для нашего здоровья. И третье, что хорошие отношения защищают не только наши тела и физическое здоровье, они защищают наш мозг. И вот тут мы упираемся, как мне кажется, в очень интересный вопрос. Тут сокрыто некое противоречие, на каком-то этапе, по крайней мере. Плохие отношения разрушительны. Они разрушили нашей психики, они разрушили нашего физического здоровья. Но с другой стороны, одиночество убивает. Так вот вопрос, что даже мы уходим. Да, звонок? Да, есть еще один звонок. Да, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Можно сказать, какие болезни грозят человеку, находящемуся в хроническом стрессе длительное время из-за психоэмоционального насилия? То есть на что рассчитана психика? На что рассчитана психика, это очень сложный вопрос. А насчет того, какие болезни человеку украшают в длительном стрессе, психосоматика очень такой широкий вопрос. Это может все что угодно, начиная от бронхиальной астмы и продолжая артериальной гипертензии, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, теоретически возможно, сахарным диабетом. То есть уровень хронического стресса связан с уровнем хронического воспаления, и это сказывается, в общем, на всем организме в целом. Ну и вот возвращаясь, вот мы обратили внимание на то, что с одной стороны очень важны социальные связи, и одиночество, оно негативно относится к здоровью, а с другой стороны, вот плохие отношения тоже влияют на здоровье негативное. Тут возникает действительно вопрос, что менее вредит здоровью? То есть порвать плохие отношения, остаться одному, или терпеть их для социальных связей? Ну, во-первых, мне кажется, мы задаемся таким вопросом. Это как ты меняешь работу. Ты уходишь откуда-то или уходишь куда-то? То есть работа, которая тебя категорически не устраивает, ты в нее просто бежишь в некую неопределенность, наверное, тоже хорошо, если на старого, тем мучительно. Но многие люди, мне кажется, разумные, предпочитают уходить куда-то во что-то. Во-вторых, вот какой вопрос по мнению исследователей часто звучит, и это я тоже замечал по своей практике, у людей, которые хотят развестись. Неужели я теперь до конца жизни обречен опыт в этом жить? Неужели это все, что мне осталось? Я хочу сбросить эту вот скорлупу брака, я хочу вырваться на свободу. Не знаю, как. Кто-то меняет змей, меняет кожу, кто-то сбрасывает аркабы, или кто-то сбрасывает панцирь или аркообразный, не знаю. Вот вопрос, куда мы уходим, во-первых. И второе, мне кажется, очень важно понять, если в семье люди живут в конфликте, уйти, всякое самое простое. Но чтобы остаться или чтобы уйти, всегда, мне кажется, стоит задаться вопросом о подлинных причинах этих конфликтов. Не о поводах, не о том, что лежит на поверхности, не о каких-то ежедневных пустяках, когда люди друг к другу придирчивы, когда кого-то раздражает или беспорядок в доме, поставленная не на место чашка, не помытая посуда или еще что-то, или кого-то раздражает, что второй человек сегодня сидит в компьютере, в телевизоре. И поводов очень много. Но вот повод, как мы знаем, само все равно, повод, что это неподлинная причина конфликта, только что-то, какой-то клапан, куда накопленная фрустрация, агрессия, раздражение выходит. А вот какова подлинная причина конфликта в семье? Наверное, мне кажется, очень важно задаваться вопросом, с чего это началось, когда это началось, каков вклад партнера во все это и каков вклад мой собственный. Нынче очень модно, ну, сейчас все читают много всего в интернете, и стало, если раньше партнера называли сволочь или стерва, теперь есть модное слово абьюзер. Он абьюзер, или она меня абьюзер, газлайтер, все выучили очень много разных слов. И что общее у этих слов, наверное, у любой из сторон брака всегда есть свои недостатки. Но когда мы все проблемы брака видим исключительно во второй стороне, это наводит на размышления. Я очень редко видел семьи, где только один человек был бесконечной причиной страданий. Так вот, если мы ищем только то, что нас не устраивает в партнере, и с чистой совестью выходим на свободу, ну, наверное, разведясь в 50 с чем-то лет, как было сказано, одиночество убивает, люди не хотят быть одинокими. Люди хотят уйти в другие отношения, где-то, если лучше я кого-то встречу, или уже, возможно, встретил, и буду жить долго и счастливо. Но если часть проблемы была во мне, если часть проблемы была инициирована мной, моими личностными проблемами, чем-то, что неким конфликтом, живущим во мне, и проявляясь в самых разных сферах, то эти же проблемы я принесу и в следующие отношения. Грубо говоря, если у вас в одном браке в отношениях были хламидии, вы их принесете и в следующие отношения, никуда они не денутся. Вот мне кажется, очень важный вопрос. Наверное, понимая, что хочешь уйти, стоит задуматься, почему я это делаю, от чего я бегу, и что из того, что держит меня в стрессе, в недовольстве и так далее, исчезнет, когда сменится партнер. Мы уже знаем старую известную историю, что очень часто женщина, выходящая от мужа алкоголика, выходит замуж за другого алкоголика. Или, поскольку теперь список зависимостей шире, чем 50 лет назад, для человека зависим. Чего интересно, их находят безошибочно. Их находят безошибочно, потому что, я не однокорбил ситуацию, женщина выходит замуж за другого мужчину, а он не пьющий. Только, что он не пьющий, потому что он закодирован. А вообще-то он алкоголик. В какой-то момент он вдруг срывается, и женщины с изумлением обнаруживают, что она оказалась в той же проблеме, только с другим мужчиной. И что в человеке внутри заставляет, не заставляет, делает привлекательной некую проблемную личность. И эти проблемы станут болезненными, разрушительными, когда это только вопрос времени. Вот мне кажется, вот этот уход на свободу, помните, тот самый Мюнхгаузен, когда король, играемый, герцог, или король играл броневой, подписал просьбу Мюнхгаузена о разводе, в тот день посырался с королевой, и с криком всех на свободу подписал прошение о разводе. Так вот, слово «свобода» – манящее слово. Оно всегда привлекательно. Оно окрашено неким романтическим ореолом. В нем есть что-то детское, что-то подростковое. Я, наконец-то, не должен никому ни в чем отчитываться. Я, наконец, могу считаться только собой. Но то, что свобода, она еще очень близка к одиночеству, об этом многие забывают. Так вот, мне кажется, ощущение свободы прекрасно. И да, наверное, люди имеют право не жить до конца дней вместе, просто потому, что они так привыкли. Но очень важно проанализировать глубоко и всесторонне все причины того, что ты прекращаешь эти отношения, в том числе и движущие тобой. И это разговор и откровенный с партнером, с супругом или супругой, это разговор откровенный с самим собой, это разговор откровенный, возможно, с каким-то психологом или психотерапевтом, чтобы понять, что на самом деле происходит. Потому что бегство редко решает проблему. И я думаю, понимание – очень важная вещь. Не знаю этот разговор, эта откровенная беседа, к чему она приведет. Она вдруг поможет разрешить какие-то накопившиеся проблемы и остаться в тех же отношениях, но чувствовать себя в них иначе. Хотя, конечно, чем человек старше, тем менее он гибок, тем менее он с моим компромиссом, тем труднее ему что-то поменять. Я знаю по своей работе, что, конечно, когда человек приходит на терапию в 20-30, когда человек приходит на терапию после 50-ти, эти изменения занимают дольше времени и труднее вообще их принять, и труднее избавиться от накопившихся стереотипов. Или, если все-таки ты понимаешь, что эти отношения мертвы, они все исчерпали, они для тебя разрушительны, важно, чтобы следующие отношения не были клоном этих. Потому что вот не случайно эта фраза о том, что одиночество убивает. Допустим, ты ушел, остался один. И, кстати, есть люди, которых одиночески не убивают. Если у людей есть любимая профессия, есть друзья, есть коллеги, есть какие-то отношения, возможно, это вовсе не разрушительно. Но как много людей, на самом деле, у которых нет этой пустоты, как много людей, которые, в общем-то, и в отношениях, и живя много лет в браке, все равно чувствуются одинокими и непонятыми. То есть, в принципе, если мы говорим, что одиночество убивает, оно тебя может убивать, когда ты в браке тоже. Ты совершенно наличие штампа в паспорте и постоянно проживая с человека рядом, не спасает тебя от одиночества, если между вами нет никакого понимания, друг друга не слышите, друг друга равнодушны, или больше друга ненавидите. Хотя ненависть, как интересно, люди, связанные ненавистью, все равно не одиноки. Это отношения. Это очень эмоционально насыщенные отношения. Люди друг к другу не безразличны, пусть по-плохому не безразличны, но и все друг друга вслушиваются, всматриваются, ищут повод. Поэтому такой интересный вопрос, как раз задумываться, жить в абсолютном одиночестве или жить в состоянии войны, что вредоноснее и разрушительнее. Это, конечно, вопрос из серии, что хуже амфетамин или кокаин, но тем не менее. Вот мне кажется, резюмируя сегодняшний разговор, о чем мы говорили? Что, в общем-то, разводы стали происходить в позднем возрасте, во многом благодаря тому, что люди стали вообще задумываться о своих эмоциях. Люди стали задумываться о том, насколько мне хорошо или плохо. Это их стало подталкивать к мысли оставаться в этих отношениях или нет. Но даже выходя из этих отношений, вырвавшись на свободу, те внутренние проблемы, тревоги, конфликты, которые тебя грызли, которые тебя мучили, они ведь остаются с тобой. Поэтому вопрос, будет ли они тебя мучить в браке с наличием рядом кого-то, чтобы было на кого-то агрессию сбрасывать, или будут тебя мучить наедине с собой, ты будешь задаваться вопросом, как же мне быть теперь. Это такой интересный выбор. Это, мне кажется, глубокий анализ и понимание из себя важен при любом исходе. Да, наверное, вот эта революция поздних разводов, седых разводов, хорошо, что у людей появился дополнительный выход, хорошо, что люди не ощущают себя приговоренными друг к другу навсегда. Иногда вот ощущение знания того, что ты можешь выйти, ну, не знаю, из этой комнаты превращает ее не в тюрьму, а в блин, ты можешь не выйти никогда из нее, но ты знаешь, что у тебя есть такая возможность. Хорошо, что ты знаешь. Мы помним эксперимент с выученной беспомощностью, когда собака, у которой, чтобы ее не било током от пола и достаточно перепрыгнуть на другую половину комнаты, она уже не перепрыгнет, а не верит в возможности, где-то будет хорошо. То есть люди остаются в отношениях от той выученной беспомощности, от чувства безнадежности, от чувства не веря, что вообще что-то может поэтому ощущение, что ты не беспомощен и выход есть, оно радует. Ну, хотя, как мы знаем, да, вот это выход возникает, возникает насилие в семье, убийство в семье и тому подобные вещи, хотя разводы, они присутствуют. Вот, в общем-то, наверное, на том, что выход есть, знать, что он есть, знать, где он есть, но знать, откуда, куда и почему ты хочешь выйти, это очень полезные знания, над этим стоит всегда задумываться. Диагноз недели Ариэль Резник Мартов до следующего понедельника. Всего доброго. На одной волне с городом радио болтком Бэйли Слайм Бэйли Слайм